МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Юлия Важенина. Главные новости страны и Чуваши в репортаже корреспондентов национального телевидения. Смотрите сегодня. Жилье для большой семьи. Многодетным чебоксарцам вручили ключи от новых квартир. Экспресс-бабушки спешат на помощь. Как помогают семьям мобилизованных волонтеры со стажем? Дед Мороз, планшет и телескоп. Семья Максимовых из Канажского района. Участники акции «Елка желаний». На прошедшей прямой линии главы региона прозвучало. Немало поручений работы над их исполнением начались. За 146 минут общения с жителями республики Олег Николаев ответил на 30 вопросов. Один из них о перспективах спортивных объектов в Чебоксарах и Новочебоксарске. Руководитель профильного ведомства Василий Петров рассказал о планах по возобновлению работы двух бассейновых комплексов. Еще один вопрос от Сергеева Сергея Александровича. Когда на месте Дома спорта по улице Чапаева, 15, появится спорткомплекс с 50-25-метровыми бассейнами, а в Новочебоксарске откроют после ремонта для посещения 50-метровый бассейн? Здание спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 по плаванию было введено в эксплуатацию еще в 1968 году. В ходе обследования технического состояния объекта в 2020 году здание признали аварийным и закрыли для спортсменов и посетителей. Сейчас в планах отраслевого министерства найти подрядную организацию, которая займется сносом школы плавания. Что касается Дворца водных видов спорта, проект проходит экспертизу. Ждем положительного заключения к 13 января 2023 года. После этого будем подавать заявку Минспорт России на финансирование строительства этого объекта. Возможно, тот же подрядчик будет строить новый спорткомплекс с 25- и 50-метровыми бассейнами. А еще здесь хотят предусмотреть универсальный спортивный зал с трибунами на 600 человек. Два года на реконструкции находится спорткомплекс в Новочебоксарске. Спортивная школа номер 3 все свое время существования была центром проведения соревнований регионального и всероссийского уровня по различным видам спорта. Задержка была вызвана тем, что не совсем качественная была проектная документация. И за период того времени, когда она была изготовлена с 2014 года, многие условия поменялись, и износ здания увеличился. Проект откорректирован и на сегодняшний день ничто не мешает своевременному завершению строительства. В Минспорта планируют, что реконструкция спорткомплекса завершится к 1 мая следующего года. Милиана Алексеева, Николай Скворцов, Республика. Мечты детей продолжают исполняться. С новогодними подарками для ребят в Канажский район приехал глава Чувашии. Нуждающихся в поддержке семей объединяет акция «Елка желаний». Все больше юных жителей республики становятся адресатами добра. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В Большом доме встречали представительную делегацию. Благодаря акции «Елка желаний» исполнило сразу две мечты у обоих сыновей. Костя грезил о телескопе, Тимур о планшете. Открытку с желанием старшего брата в Москве с «Елки» снял глава региона. Звезды будешь наблюдать? Да. А на что, как бы созвездия ты знаешь все, да? Пока нет? Планеты, созвездия здесь. Давай, так, мы сейчас себе подадим телескоп, как ты просил, чтобы ты потихоньку поизучал, а потом мы с тобой еще раз встретимся, про звезды поговорим. Волшебницей для самого младшего члена семьи стала временно исполняющая обязанности руководителя Минцифры Республики. Тимур, тебе по заказу от Деда Мороза индивидуальный планшет, все гаджеты современные дети. Здравствуй, елочка лесная, серебристая, густая. Ты под солнышком росла, и на праздник к нам пришла. Новый год встречаем, елку украшаем. Мама ребят признается, что на чудо не надеялась, а тут исполнили сразу две заветные мечты ребят. Сестра мальчиков участия в акции не принимала, но ей тоже вручили подарки. Вообще у моего сына друзья приходят сюда, у него есть друзья, но больше всего у него друзья это через интернет. То есть у них есть своя группа, и в этой группе кто-то из друзей ему сказал, что вот есть такая елка желаний, что вот давай загадай, то есть его там напутствовали на это, и вот он мне говорит, мам, давай, говорит, загадаем, ну сделаем, как бы заполним анкету. Я говорю, ты знаешь, я в это не верю. Хотела, ходила, думала, нет, не будем писать, но потом думаю, ладно, надо как-то ребенку угодить, и все-таки написали мы сайт елка желаний, и вот так получилось, что шар вытянул сам голова чуваши, Олег Алексеевич. Костя признается, что всегда мечтал изучить звездное небо, и вот теперь он стал обладателем телескопа. И звезды знаешь. Большая медведица, малая медведица. Теперь будешь наблюдать, да? Да. Планшет Тимуру пригодится для уроков. Оба брата из-за своей болезни учатся в центре комплексного сопровождения детей. Олег Николаев отметил, что благодаря акции «Елка желаний» дети не теряют веры в чудо. Огромное спасибо, что приехали из-за подарки. Ну, это, это, знаете, это надо спасибо сказать даже не мне, это надо сказать спасибо президенту Российской Федерации, который запустил еще в 2018 году вот эту замечательную акцию «Елка желаний» и смог вот создать вот такую большую, вот, такую систему, если так можно сказать, на платформу, в рамках которого вот такие, как вы, ребята, с разной, с любой точки нашей большой страны можете дать заявку. Из этой заявки формируется шар, который вешается на «Елке», а потом вот мы эти шары берем и случайным образом приезжаем и для себя открываем какие-то деревни и людей. Поэтому, поэтому вот нам с тобой повезло, вот мы так с тобой друг друга нашли. Глава региона поздравил ребят с наступающим Новым Годом и пообещал встретиться вновь. К примеру, чтобы поговорить о звездах. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. С 1 января 2023 года вводится универсальное пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет. На эту меру поддержки смогут также претендовать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки. Как проходит подготовительный этап обсудили в Доме правительства. Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие. Его предоставят на общих правилах социальным фондом России. Объединят выплаты для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до полутора лет. Выплату на первого ребенка пособие на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Принят указ главы Чувашской Республики о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка устанавливающий данную выплату в республике определяющий порядок ее предоставления. Принят также закон Чувашской Республики от 21 декабря текущего года номер 121 который определяет трансформацию существующего сейчас ежемесячного пособия на ребенка назначенные до 1 января 2023 года указанные виды пособий гражданам будут выплачиваться в ранее назначенных размерах до окончания периода на который они назначены либо если семья обратится за единым пособием до назначения единого пособия. Надо разработать понятный абсолютно понятный алгоритм разместить его на сайтах как значит пенсионного фонда он единый должен быть и на ваших ресурсах далее в том числе через значит доступные формы просто доведите людям вот возможность посмотреть понятно горячая линия само собой вы устно разъясните но еще вот наглядно чтобы человек понял он посмотрел он понимает вот он первый шаг второй шаг третий шаг индивидуальные предприниматели чуваши которые занимаются образовательной деятельностью смогут получить субсидию из республиканского бюджета сейчас в республике два частных детских сада с лицензией получают такую помощь субсидия направлена на возмещение расходов на оплату труда покупку учебников и пособий обучающих игр и игрушек на эти цели из республиканского бюджета чуваши в 2022 году направлено более 18 миллионов рублей со следующего года на такую субсидию могут претендовать и индивидуальные предприниматели которые заняты в дошкольном и общем образовании конечно у них должна быть лицензия всего в чуваши функционируют 11 частных детских садов организованных ИП в случае получения соответствующей лицензии все они могут участвовать в отборе на получение субсидий из республиканского бюджета чуваши более 70 случаев свиного гриппа за неделю выявили в чуваши вирус подхватили 36 детей 41 взрослый в этом сезоне вакцинирован от гриппа почти половина населения накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление согласно которому лабораторные исследования на грипп и ОРВИ должны проводиться в течение 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию в первую очередь должны тестировать детей до 6 лет пожилых и лиц с хроническими заболеваниями кстати с 2023 года в чуваши тестирование на грипп и другие респираторные заболевания можно будет пройти в рамках программы обязательного медицинского страхования об этом заявил министр здравоохранения республики Владимир Степанов на заседании кабинета министров Чувашии это позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение при этом исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на новую коронавирусную инфекцию при наличии показаний Летом этого года к депутату Государственной Думы Российской Федерации Али Салаевой обратился Геннадий Сорокин он попросил помочь сделать косметический ремонт квартиры одиноко проживающего отца ветерана Великой Отечественной войны и получил обещанную помощь В квартире заменили окна и межкомнатные двери установили входную металлическую дверь заменили радиаторы отопления покрасили потолки переклеили обои и перестелили линолеум во всех комнатах а также обновили сантехнику установили новые розетки и выключатели Я хочу от всего сердца благодарить за то что произвели косметический ремонт квартиры оно полностью изменилось то что было до ремонта до ремонта сейчас выглядит прекрасно можно жить дальше Теперь квартира как новая отмечает Михаил Григорьевич Забота о ветеранах это наверное главное что сегодня у нас есть это память это воспитание молодежи это именно тот патриотизм и тот дух нашего государства которые несут такие люди как Михаил Григорьевич Денис Пирин рассказал когда они пришли заметили что газовая плита ветерана находится в плохом состоянии и решили подарить ему новую спасибо вам всем особенно я хочу поблагодарить как сын Михаила Григорьевича моего отца батюшки Аллу Леонидовну если бы не ее поддержка и ваша поддержка как глав города и района это дело бы наверное не было сделано Милиана Алексеева Алексей Енейкин Дмитрий Макаров Республика Новый год в новой квартире ключи от квартир в доме номер 5 по улице Сергея Буцикова вручили пяти многодетным семьям глава администрации Чебоксар отметил что последние четыре года очередь на получение жилья многодетными семьями двигалась очень медленно благодаря указу главы Чувашской республики Олега Николаева в 2022 году 12 многодетным семьям города Чебоксара удалось предоставить жилые помещения 22 семьи получили сертификаты на покупку жилья мы передаем ключи многодетным семьям это опора государства это дети государства матерям огромное спасибо как вы с большими семьями справляетесь это вам отдельная хвала честь отцам тоже администрация города Чебоксары приняла на себя обязательства по обеспечению жильем семей в которых 5 более несовершеннолетних детей многодетным семьям признанным нуждающимися в жилых помещениях предоставляются жилые помещения по договору социального найма за счет средств республиканского бюджета Чуваши на обеспечение жильем таких семей в 22 году из республиканского бюджета выделили 52,9 миллиона рублей Милиана Алексеева республика экспресс бабушки продолжают помогать семьям в уходе за детьми такую помощь получают и семьи мобилизованных поиграть с ребенком забрать из детского сада или погулять в этом экспресс бабушки для мам большая подмога Луиза Илугина на протяжении нескольких лет серебряный волонтер сейчас она помогает сидеть с детьми мамам чьих мужей мобилизовали здравствуйте координационный центр слушает вас да представьтесь пожалуйста очередной звонок за помощью жительница Чебоксар просит посидеть с ее 11-месячным ребенком три часа пока она сходит по делам на помощь пришла Луиза Илугина но прежде она знакомится с семьей и общается с психологом если ребенок задает вопросы вы ему отвечаете четко как вас проинструктировала мама у Луизы Илугина есть дочка а также внук с внучкой поэтому она легко справляется с детьми в семье Угаренных экспресс бабушка полюбилась сразу же с ребенком легко нашла контакт у нас и девочка она такая общительная бабушка к ней подошла они спокойно часа наверное три-четыре сидели вдвоем прихожу даже вместе так спят в обнимочку так хорошо у них отношения наладились самое главное найти с детьми контакт а потом уже гораздо проще рассказывает Луиза Илугина ну а дети как никто другой умеют чувствовать добрых людей с детьми бывает по-разному в зависимости от ситуации возможно надо погулять возможно надо пообщаться поиграть сказки рассказать книжки почитать много возможностей и чем больше ты ребенку отдаешь любви много занимаешься с ним то это очень благоприятно действует на ребенка ребенка это чувствует проект экспресс-бабушки реализуется с 2017 года и за это время в нем приняли участие 93 неравнодушных серебряных волонтера на сегодня всего 55 таких экспресс-бабушек и они сидят с 68 детьми Милиана Алексеева Елизавета Цветкова Георгий Кривошейн Республика Итоги реализации программы Пушкинская карта в 2022 году подвели в Министерстве культуры Чувашии Республика занимает лидирующие позиции в стране как по количеству проданных билетов так и вовлеченных зрителей Программа стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента страны Владимира Путина В Чувашии с начала реализации в ней участвовало 12 учреждений культуры Сейчас Пушкинскую карту принимает 94 учреждения культуры Республики С момента реализации программы продано 357 тысяч билетов на сумму 84 миллиона рублей В числе лидеров по количеству посещений Русский драматический театр Чувашская филармония Театр оперы и балета Театр юного зрителя имени Сейспеля В рамках программы проходят и просветительские мероприятия Желающие могут заглянуть за кулисы посидеть в гримерках и посетить мастер-классы известных деятелей культуры и искусства А также присутствовать на обсуждении спектаклей с участием артистов и режиссеров В МВД Почуваший полицейский Дед Мороз поздравил с наступающими праздниками детей, чьи папы находятся в служебной командировке и детей погибших или раненых на службе каждый ребенок получил от зимнего волшебника подарки 27 декабря в музее органов истории и внутренних дел заместитель министра внутренних дел Почувашской республики полковник внутренней службы Сергей Белоконь и полицейский Дед Мороз со Снегурочкой встретились с детьми чьи папы находятся в данный момент в служебной командировке и с детьми погибших или раненых на службе Они поздравили ребят с наступающими Новым Годом и Рождеством пожелали им успехов в учебе и исполнении всех самых заветных желаний Каждый ребенок получил в подарок сладости и игру Праздник на этом не закончился Детей пригласили на экскурсию по музею Также в этот день ребята посетили новогоднее представление во дворце детского и юношеского творчества Это были главные новости на сегодня Я с вами прощаюсь До завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова